Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Соня, я Таролог из Лондона. И сегодня делаю этот расклад для канал Светлый Гороскоп Светлана Веда. И буду работать с авторской колодей Таро Тёмных Откровений. И всем рекомендую, так как я уже достаточно долгое время работаю с этой колодей, и она замечательно работает, очень говорящая, всем рекомендую, покупайте и работайте. Расклад будет для Овны на февраль. Мы смотрели уже январь, просмотрели весь год, а сейчас какие конкретно события могут произойти, какие шансы могут прийти к Овнам в феврале. И в этот раз я сделаю немножко по-другому. У меня будут три варианта, так как с одним вариантом это слишком обобщающие для всех. А здесь я сделаю три варианта, чтобы каждый выбрал себе по интуиции. Первый вариант будет жёлтая роза. Это синий камушек и оранжевая роза. Третий вариант. Первый, второй, третий. Выбирайте по цвет предметов или по номерам. Первый, второй, третий у нас. И начинаю с первого варианта. Я это откладываю. Жёлтая роза. Свечка, жёлтая роза. Что нам расскажет? Для Овны в феврале. Какие могут произойти неожиданности, хорошие или предупреждения? У вас очень важно в феврале проработать коммуникация. Эта принцесса воздуха говорит, что или к вам придут сообщения, или вам надо прислать сообщения. Но коммуникация должна произойти какая-то. И вот карта помощи, к вам придёт помощь материальная. Это Пентакли, шестёрка Пентакли говорит о материальной помощи. Ну, сообщение материальная помощь. Вот как раз у вас какое-то финансовое затруднение, скажем так, в данном моменте. Так что вот карты говорят, что не беспокойтесь, будет у вас помощь. И она придёт вместе с сообщением. И карта шестёрка заканчивает всё это. Ну, значит, давайте опять прочитаем. Сперва к вам придёт какое-то сообщение из принцессы посохов. Это стихия воздуха, это коммуникация. О какой-то помощи будет разговор. И потому что у вас как раз в феврале возникли какие-то финансовые и материальные затруднения. И выход из этой ситуации, как это закончится, с победа. Шестёрка посохов, это победа, это поработает передвижение. И прибыль ещё из-за этой карты. Так что первый вариант. Вас поздравляю. У вас всё будет шикарно. Ну, я хочу ещё добавить одна карта из моих ангелов. Подсказка. Не останавливайтесь. Карта говорит, не останавливайтесь. Вот такой совет из моих ангелов. Давайте второй вариант будем смотреть. Ай, извините, второй был камушек. Синий камушек кто-то выбрал. Вот он здесь. Что будет второй вариант? Тоже. Тоже коммуникации у вас. А видите, я тусовала. Да. Связано. Но у вас это сообщение в духовной сфере бурши проигрывается. Пришло время. Это у меня эзотерики здесь. Во второй вариант выбрали эзотерики. Пришло время начинать работать в области эзотерики. Конечно, это для тех, которые в этом обучались. У вас будет в этот месяц духовный учитель. И не опускайте своё время. Не опускайте своё время. У вас пошло очень хорошо. И восьмёрка Пентакли. Это говорит о волшебстве. Магия. Прибыльно. Это будет прибыльная работа. Вам предлагают работать вместе с своим учителем. Или обучайтесь и потом работайте. Но это связано. И, конечно, начинается с какой-то известия здесь. И с какой-то передвижения тоже. По стихии воздуха к вам идут вот такие энергетики слова, коммуникации. Будете говорить. Будете разговаривать об этом тоже. Так, давайте ещё одна вытащу. Ну да, ну вот видите, всё связано с коммуникацией принц и принцесса мечей. Это стихия воздуха. Это связано всё, что с головой, с идеей, мыслей. Вы услышите, будете говорить. И вот этот жрец, ну, будет у вас жрец, духовный учитель, который будет вас учить. И пришло время об этом. Как раз сейчас, в феврале. Не опускайте своё время. А что, какая подсказка, что скажет ангелская карта у меня. Если только вы верите. Всё. Всё будет. Всё сбудется у вас. Пойдёт прекрасно. Изутерикали то, что мы обучаетесь, поёт прекрасно. Если только вы верите. Не надо сомневаться. Никаких сомнений нельзя. Вот какие вы овны у меня здесь. Да. Изутерики. Это было специально для вас. Так вышло. И сейчас третья позиция. Оранжевая роза красивая. Давайте увидим, что будет с вами. Тот, кто выбрал третий вариант. Что у вас будет в феврале. Овны мои прекрасные. Ой-ой-ой. Это по всему миру. Ах, какая богатая. Давайте увидим ещё. Интернет. Ну да. Очень много. Очень много. Придёт. Ой, какое передвижение у вас. Так. Ой-ой-ой. Ещё магия у вас пришла. Значит, это карта мир, карта дьявол, карта колесница и карта маг. Но это четыре. Четыре кармические арканы. Прямо кармические. Волшебные. Обратите внимание на 22 февраля 2022. Там двойки кучу собрались. Это магическая дата. Это магическое время. И как раз у вас приходит. Но будет здесь у вас испытание. Вас будут испытывать. Дьявол. Эта карта хорошая по сути того, что богато вам всё даётся. Предоставят всякие деньги и еда, и выпивки. И всё будет здесь. Но это испытание. Не ведитесь на крючок. Надо пройти достойно это испытание. Не надо искушаться. Не надо самолюбие проявлять. Слишком много. И вы знаете. И чтоб не застряли в какие-то зависимости. Это тоже предупреждение. Да. А иначе по карту миру это будет ехать по всему миру. То ли онлайн, то ли на физическом уровне действительно. Наверняка это связано и с поездкой. Потому что у нас и колесница. Но это и в духовном аспекте можно говорить о передвижении по духовной лестнице. И ещё маг. Всё в ваших руках. Будете творить свою магию. В феврале это магический месяц. Мне очень интересно, что скажут нам карты. Потому что действительно необычное время. Доверяйте. Доверяйте свою интуицию. Себе доверяйте. Доверяйте в ваших. Потому что, говорю, четыре кармические карты. Я такое не видела. Овни третий вариант. Прекрасно всё у вас вышло. Но. А, я забыла. Я хотела выйти. Продолжаю ещё с подарками. Какой подарок у вас будет в феврале? Новая машина. Ну вот, машина. Ха-ха. Кстати, эта карта можно рассматривать в колеснице. И как приобретение новая машина. Ну, поехали, пошли. Всё. Благодарю, что смотрели. Надеюсь, будете ставить пальчики вверх. И...